В исследовании мышам вводили черный и зеленый чай перорально в дозах 0,5-1,2 грамма на килограмм в течение 7 дней соответственно. По сравнению с модельной группой и группой, которым вводили алло-поринол, уровни азота мочевинной крови были снижены при дозах 0,5-1,2 грамма на килограмм в группах зеленого и черного чая, что означает хорошую защиту почек. В группе черного чая в дозе 2 грамма на килограмм оно подавлялось значительно. Уровень хрома, являющийся важным фактором для оценки функции почек, может аномально повышаться в результате нарушения экскреции хрома из-за повреждения почек. К обработке мышей зеленым и черным чаем в дозе 0,5 грамм на килограмм в трех различных дозах 0,5-1,2 грамма на килограмм в течение 7 дней подряд показало значительное снижение уровня хрома в сыворотке обоих групп, что указывало на то, что черный и зеленый чай могут обратить вспять в процесс при повреждении почек у мышей, вызванной гиперурекемией. Продолжение следует...